Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Продолжение следует. Расстановили транспортное средство, но рядом находился пьяный молодой человек. Каких-либо документов на автомобиль он предоставить не смог. При осмотре транспортного средства сотрудник ГАИ заметил, что правое стекло разбито. Об этом факте он сообщил оперативно-дежурную службу. Дежурный проверил все по цепочке. От старого владельца, на котором еще числится автомашина, до нового. Последний в трубку уверенно ответил, что его машина стоит на дворовой территории возле многоэтажки. Милиционеры убедили его в обратном. И выглянув в окно, мужчина понял, что это не розыгрыш. Машина была задержана на улице Хатаевича возле гипермаркета. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В эту же ночь, но на другом конце города не спалось и еще одному 52-летнему мужчине. Вблизи одного из домов по студенческому проезду в 22.45 дебошир из хулиганских побуждений повредил несколько припаркованных автомобилей. Мужчина задержан сотрудниками департамента охраны. 8 мая работники Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям спасли лошадь, которая провалилась в Копань в деревне Старые Дятловичи. Глубина заилиного водоема около двух метров. Животное застряло и хозяин самостоятельно вытащить его не смог. Спасателями при помощи специального оборудования и инструмента животное было извлечено. Оно не пострадало и ветеринарной помощи не нуждалось. 9 мая в 4 часу ночи спасатели Рогачевского районного подразделения тушили пожар в квартире многоэтажного дома по улице Октябрьской в райцентре. По прибытию к месту вызова спасателей квартира горела на первом этаже открытым пламенем. Потребовалась эвакуация пяти человек с вышележащих этажей. Хозяйка квартиры на момент возникновения пожара отсутствовала. Огонь был ликвидирован спасателями. В результате возгорания повреждено имущество, закопченные стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова